всем привет сегодня мы поговорим о модифицированной аквариумистике о современных технологиях которые повлияли на современного аквариумиста мы поговорим о генномодифицированных аквариумных рыбках глофиш которые популярны немножко затронем тему гибридизации и так не переключайтесь будет интересно в последнее время в офисах торговых центрах кафе и прочих местах можно наблюдать различные аквариумы от огромных во всю стену до декоративных из чего сделаны эти аквариумы да в основном аквариумы сделаны из стекла но многие мега аквариумы сделаны из акрила акриловые аквариумы сложных форм акрил это прозрачное очень твердое ор стекло высочайшего качества схожие по своим характеристикам со стеклом среди преимуществ акрила перед стеклом это высокая оптическая прочность высокая ударопрочность устойчивость к ультрафиолетовым лучам при длительном взаимодействии термоизоляция легкий вес конструкции возможность составлять большие площади из составных частей полировать царапины на поверхности легко окрашивается и транспортируется принимает любую форму универсален в применении можно создавать в аквариуме прозрачные швы степень прозрачности акрила 92 процента делает его самым прозрачным материалом который даже превосходит стекло в отличие от стекла поверхностные царапины акрила можно полировать производитель гарантирует неизменность свойств на протяжении 30-летней эксплуатации акриловый аквариум отличие от стеклянного имеет неограниченный объем его можно делать до сотен тысяч кубов а стекло имеет ограничения по крайней мере на герметиках пишут максимальным объем это около 3200 литров акриловый аквариум это не только приятное хобби и время проведения досуга но и украшения современных помещений особенно квартир офисов торговых залов таким образом вы получаете кусочек природы в интерьере неподвижных вещей инновационные технологии перешли на новый виток позволяя изготавливать акриловые аквариумы сложных форм они могут быть совершенно разных форм размеров и конфигурации от самых маленьких до мега аквариумов от стандартных форм до конусных призменных цилиндрических каплеобразных треугольных шестиугольных восьмиугольных арочных и так далее наиболее подходящим материалом для изготовления аквариумов сложных форм является акрил или орг стекло так как это не бьющийся и достаточно эластичный материал если сравнивать с другими материалами то он более прочный менее боится неравномерных нагрузок различных перекосов у него меньший вес и теплоизолирующие свойства и так какие бывают аквариумы аквариумы могут быть напольными встроенными подвесными диорамными панорамными типа стеклянный бассейн и полюдариумы ну и так далее напольные отдельно стоящие аквариумы это наиболее распространенные аквариумы потому что имеют относительно простую конструкцию и удобны в обслуживании они включают в себя акриловую емкость подставку и крышку встроенный аквариум это обычно представляет собой часть межкомнатной перегородки или ниши он одинаково оригинально смотрится из обеих сторон диорамный аквариум в принципе является разновидностью одного из первых двух вариантов разница заключается в том что передняя стенка немного вогнута при этом создается хороший зрительный эффект у панорамного аквариума передняя стенка наоборот немного выгнута подвесной аквариум в последнее время очень актуален так как позволяет экономить место и очень неординарно украшает интерьер помещение полюдариумы эта смесь аквариума с террариумом это уникальный тропический пейзаж леса у вас в доме выставка японского дизайнера хидитомо кимуры в токио в современном мире аквариумы воспринимают не просто как часть интерьера а как произведение искусства на выставке представлены аквариумы художественных форм и неординарных размеров что вызывает неподдельный интерес не только японцев но и туристов аквариумы треугольных форм сферу призме водопады которые подсвечиваются разными цветами и населены необычными обитателями что и привлекает большое количество посетителей к счастью такие аквариумы могут не только украшать выставочные центры и галереи но и могут стать основным аксессуаром интерьера вашей квартиры дома офиса торгового центра гостиницы отеля ресторана бара и даже ночного клуба как аквариум в доме влияет на здоровье человека тем у кого уже есть аквариум и тем кто собирается его завести будет интересно узнать что такое хобби не только интересное и познавательное а еще и полезно для здоровья своеобразное лекарство от нервов аквариума терапия относится к самым первым способом коррекции эмоционального состояния впервые благотворное влияние заметили китайцы они использовали чаши с рыбками на своих сеансах наблюдение за жизнью подводных обитателей в течение получаса помогает человеку расслабиться отдалиться от проблем и найти гармонию современные ученые не могли обойти стороной такой интересный способ лечения и провели несколько интересных исследований группе людей дали возможность течение определенного времени ухаживать за аквариумами рыбками результат превзошел ожидания спустя буквально несколько дней было замечено улучшение эмоционального состояния испытуемых а по происшествии месяца практически у каждого участника эксперимента нормализовался пульс давления улучшилось пищеварение прошли мигрени самое интересное что если аквариум подобрать правильно не обязательно проводить перед ним полчасовые сеансы достаточно уже того что он находится в поле зрения человека который за ним ухаживает современный ритм жизни никак не способствует эмоциональному отдыху да и общаться с природой городскому человеку приходится не часто особенно зимой маленький живой уголок квартире становится не роскошью а жизненной необходимостью даже небольшой аквариум создает в комнате спокойную размеренную обстановку а что уж говорить про красивые элитные аквариум которые будут идеально отвечать интерьеру и пожелания владельца аквариум отличное приобретение если в доме есть дети у малышей которые помогают ухаживать за рыбками формируется чувство ответственности и уважение ко всему живому им легче дается учеба кроме этого маленький водоем в комнате существенно улучшает микроклимат испаряющийся из него вода увлажняет воздух а это как известно очень важный момент профилактики простудных заболеваний особенно для осматиков аквариум это маленький удивительный мир который предстанет перед вами своих лучших красках поможет расслабиться снять накопленную за день усталость и эмоциональную нагрузку глофиш первый ген на модифицированные аквариумные рыбки глофиш это запатентованный коммерческий бренд объединяющий несколько видов генетически модифицированных рыбок с очень яркой окраской изначально это были только данио релию но не так давно список пополнили тернецы скалярии и суматранские барбусы особенности глофиш обновленных рыб в первую очередь отличает яркий окрас красный оранжевый синий фиолетовый или зеленый а все благодаря тому что в их днк включены фрагменты днк медузы или морских кораллов кроме этого воду они предпочитают более теплую 28-29 градусов в остальном питание содержание разведения глофиш не отличается от своих обычных родственников знакомых каждому аквариумисту когда и как появились трансгенные рыбки в конце 90-х ни сингапура доктор джи юань гун со своими коллегами работал с люрицентным белком некоторых тихоокеанских медуз в организме он отвечает за синтез белка обеспечивающий приятное зеленое свечение процессе исследования этот ген был включен в эмбрион рыбки данио релио вскоре появился первый малек с люрицентным салатовым окрасом фотографию трансгенной рыбки представлена на научной конференции заметил представитель крупнейшей компании занимавшийся разведением аквариумных рыб сразу заключил с ученым контракт в дальнейшем по заказу фирмы был включен белок отвечающий за красные другие окрасы тысячи третьем году на рынке появились и генномодифицированные рыбки под названием глофиш вдобавок красным данио в 2006 году вывели оранжевых в 2011 году появились также синие фиолетовые все они были получены искусственным путем с использованием генов разных морских кораллов в 2012 году в продаже появились еще одни трансгенные рыбки только в этот раз это уже были не данио а тернеции в 2015 году под ультрафиолетом засветили суматранские барбусы и скалярии законодательные ограничения содержание разведения рыбок глофиш до сих пор остается незаконным в канаде сша европейском союзе и некоторых других странах поскольку они являются генномодифицированными животными кроме того намеренное разведение или продажа люминцентных глофиш категорически запрещено ведь как зарегистрированная торговая марка они являются предметом интеллектуальной собственности york town technologies и в сша и на международном рынке цена 1 рыбки у официальных представителей около 50 долларов продажу глофиш должны поступать стерилизованными но по неизвестным причинам странах снг многие любители смогли получить от них потомство еще одно направление в аквариумистике это гибриды одним из самых распространенных гибридов является гибридные попугаи искусственно выведенный вид аквариумных рыбок появившийся не столь давно в юго-восточной азии но уже ставший безумно популярным во всем мире внешне такие рыбки действительно схожи с попугайчиками формой головы и яркими необычными расцветками но к сожалению потомство от этих ярких красавцев получается бесцветным после многочисленных экспериментов к началу 91-х годов тайваньским селекционерам удалось получить потомство от скрещивания цихлозон которая положила начало постоянно увеличивающейся группе гибридов объединенных коммерческим названием рыба попугай с точностью говорить о происхождении вида нельзя так как способ получения данных гибридов бережно оберегается их создателями является коммерческой тайной но вероятнее всего гибрид получен путем тройного скрещивания южноамериканских цихлит татуированная рыба попугай новая мода на рыбок появилась в китае теперь любители аквариумов стремятся раздобыть рыбку с татуировкой на боку наиболее востребованы татуировки в виде иероглифов обозначающих счастье богатство и успех разрисованные рыбки как правило в два раза дороже обычных против рыбых татуировок протестуют защитники животных по их данным многие рыбки погибают не выдержав страдания от процесса нанесения рисунка иероглифы и рисунки на чешуе появляются с помощью лазерной технологии следующий гибрид это flower horn это гибрид который выведен искусственно и соответственно совершенно не встречается в природе первая особь была выведена в малайзии в 90-х годах 20-го столетия путем скрещивания нескольких видов рыб преимущественно цихлит южной америки до сих пор ходят споры от каких рыб произошел flower horn истинная комбинация известна только тем кто эту рыбу и вывел аквариумисты сходятся во мнении что рыба произошла от цихлозомы феста цитроновой цихлозомы лабиатума радужной цихлозомы первая линия цихлит flower horn которая появилась на рынке называлась хуалуахан хуалуахан были выведены примерно 98 году но с тех пор она стала очень популярной и появилось неимоверное количество различных вариаций и гибридов жировыми шишками которые увеличивают с помощью химии с укороченным телом либо искривленным и прочие варианты и так давайте обобщим современная аквариумистика это яркий мир трансгенных рыб гибридов и интересных технологий подпишись пусть будет нас много любой проект оценивается вниманием друзей пусть нас будут миллионы всем вместе веселее